МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Недетским играм и поступкам. Сегодня это главная тема. Мы начинаем. АПЛОДИСМЕНТЫ Я с удовольствием представлю гостей программы. Встречайте заместитель председателя комиссии по делам несовершеннолетнего Гомельского обл.исполкома Евгений Миткевич. Евгений Геннадьевич, рады видеть. Добро пожаловать. Старший прокурор отдела прокуратуры Гомельской области Вера Замойская. Вера Максимовна, милости просим. Ведущий специалист Гомельской областной организации «Освод» Сергей Костюченко. Сергей Васильевич, добрый день. И начальник Центра пропаганды и взаимодействия с общественностью Гомельского областного управления МЧС Людмила Четвертная. Людмила Ивановна, добро пожаловать. Итак, лето – замечательная пора для школьников, большие каникулы, долгожданный период. Чем этот беззаботный период может быть опасен своей беззаботностью, Вера Максимовна? Я думаю, что в это время у детей действительно много свободного времени. Они остаются больше без присмотра родителей, больше передвигаются. Поэтому, естественно, это и несчастье, которое случается на дорогах, на воде. Это проблемы, которые связаны с лечением, преступную деятельность. Это то, что не подвергается насилию стороны других лиц. То есть, другими словами, как только появляется много свободного времени... А его надо, если оно не занято полезным делом, оно иногда заканчивается, к сожалению, трагедиями. Евгений Иначе, согласна? Я согласен с Верой Максимовной. Кроме того, хочу сказать, это самовольные уходы детей из дома, которые также приводят к каким-то трагическим последствиям. Я думаю, что здесь надо говорить о том, что мы должны прежде всего создать условия, при которых дети не будут попадать в такие ситуации. Это имеется в виду, должно быть как можно меньше потенциально опасных объектов. Когда мы не закрываем люки на дорогах, ребенок, естественно, может попасть туда. Или проходим мимо, а люк открыт и забываем об этой истории. Поэтому наша задача взрослых – это оградить и создать условия, где будет как можно меньше опасностей. Вторая, конечно, задача – это научить детей безопасному поведению. Это самое важное. Сегодня основная цель. Действительно, вы правильно сказали, нельзя сегодня около каждого ребенка кому-то стоять. Родители тоже должны работать. То есть они не в состоянии все время находиться с детьми, особенно с детьми немаленькими, скажем, подростками. Поэтому самое главное – научить детей правильному поведению, умению вести себя в каких-то ситуациях сложных, правильно принимать решения. И самим детям беспокоиться о сохранности своей жизни, ценить жизнь. И все-таки кто должен об этом рассказать? Часто сами родители говорят, что есть только службы, и школа, и общественные объединения. Может быть, мы с себя снимаем ответственность? Давайте я добавлю в том плане, что все-таки лето – это экзамен. Это экзамен, во-первых, родителей, экзамен субъектов профилактики, экзамен, который проходят и сами дети. То есть то, чему мы их учили в течение всего учебного года, правилам безопасности, вот сейчас и все мы проходим экзамен. Поэтому мы, субъекты профилактики, очень обеспокоены теми событиями, которые происходят уже в первые эти летние дни. И хотелось бы, чтобы и родители тоже подключились к нашим переживаниям. Вера Максимовна, буквально коротко, насколько для региона актуальна сегодня проблема суицидов и проблема детского насилия, насилия в семье? Ну, проблема суицидов, она была и остается, к сожалению, актуальной. В этом году у нас уже два ребенка ушло из жизни таким образом. И, конечно, анализ причин принятия детьми такого решения говорит о том, что эти дети могли бы быть живы и должны бы быть живы, если бы мы вовремя увидели их проблемы и оказали им содействие. К сожалению, мы не видим проблем детей, не помогаем им. Вот сегодня, допустим, хотелось бы сказать о такой проблеме. У нас опыт суицида в Кармянском районе показал, что ребенок вернулся с отдыха, у него были девочки познакомились, какие-то взаимоотношения возникли. И потом это расставание, он очень тяжело их переживал. А рядом никого не отказалось? А рядом никого. И наши дети, как правило, ну, очень многие уезжают отдыхать, большинство. Естественно, с кем-то знакомятся. Поэтому хотелось бы обратить внимание родителей, что когда дети приезжают из отдыха, может быть, действительно какие-то у них есть проблемы, помочь ребенку в это время и не оставить его наедине с вот этой проблемой. Потому что подростки очень тяжело переживают первую любовь, неудачную любовь. И это очень частая причина, когда ребята принимают решения об уходе из жизни. Задача выстроить взаимоотношения доверительные, в первую очередь. Самое главное, вот наша самая главная проблема детей, родителей, это то, что, к сожалению, нет вот этих отношений, когда дети делятся со своими родителями. Иногда дети подвергаются какому-то насилию со стороны людей, взрослых, посторонних, и они не идут, не говорят маме, а говорят об этом психологу, в школу приходит. А иногда и никому не говорят, это повод задуматься для всех. Лучше всего, действительно, они не говорят никому, потому что они надеются найти понимание какое-то и защиту. В начале программы отрывок из документального фильма МЧС Беларуси. Недетские игры, одна невыдумная история в тему разговора прямо сейчас. Накануне, в пятницу вечером, 15-го числа, мы приехали с отдыха всей семьей. И с утра проснулись, стали разбирать чемоданы, за Владиком зашли его друзья. То есть он не был в городе, соскучились, там дня с впечатлениями. Вот, и я отпустила его гулять. В тот день нам с Валерой захотелось приключений. Мы гуляли, путешествовали. Дошли до сюда, подумали, поразговаривали. О, Влад, смотри, никого нету, давай на поезде попытаемся. Да нет, давай на плитых попрыгаем. В районе часа дня раздался звонок от сотрудников МЧС, что ребенок находился на строительном сплане, и его придавило плитой. Хорошо помню этот день, помню этот вызов. Мы точно не знали, что произошло. Прибыли, увидели, что там уже были другие спасатели. Стояла бригада скорой помощи. Мальчик находился под шпалами. Ноги были у него блокированы двумя шпалами. Когда я его пытался успокоить, говорю, потерпи немножко, ты хороший мальчик. Он говорил, нет, я не хороший. Я говорю, почему? Потому что я туда полез. Ну, потом мы наложили шины на поврежденные ноги, обезболили его. И передали работникам скорой помощи для транспортировки в больницу, для дальнейшего лечения. Когда я ехал в больницу, я очень переживала, что без ног осталось. Безусловно, могло убить этими шпалами. Если бы, например, шпала упала на голову, веса шпала хватило бы того, чтобы раздавить череп. В эфире «Главная тема». Мы продолжаем. Уважаемые гости, ваши короткие комментарии по увиденному материалу. Чему должны научить такие истории, Евгений Геннадьевич? Ну, такие истории должны научить, в первую очередь, взрослых. Я не буду конкретно на этот пример. У нас в этом году в Гомельской области, в Петриковском районе, когда подростки зашли на территорию, проникли, соответственно, в помещение, где находились приборы, высоковольтная линия, и получили соответствующие повреждения. Ожоги были доставлены в больницу. Буквально недавно в Речицком районе тоже папа гулял с ребенком. Ребенок позволил себе пройти на территорию ограждения. Он начал прыгать на люке, люк отодвинулся в сторону, ребенок провалился и получил также повреждения. Людмила Ивановна, у меня вопрос только один. Почему мы не учимся на чужих ошибках? Такая ментальная черта белорусов? Ну, вы понимаете, что в первую очередь здесь, конечно, это родители. Родители должны знать, где их дети. Должны не то что звонить им, спрашивать, как, где, с какими друзьями. И так далее. Плюс сторожевая охрана вот этих всех строительных площадок. Однозначно сторожи должны охранять, и если вдруг видят каких-то посторонних, должны как-то реагировать. К сожалению, в эти моменты почему-то их не оказывается. Эти площадки строительные. У нас масса по городу площадок, которые... Особенно замороженные объекты. И все равно туда как-то ребята просачиваются. Дети проникают, проходят. Для них это интересно. И играют. Мы вот в 2015 году снимали видеоролик по трагедиям, которые могут произойти на строительных площадках. Видеоролик 30-секундный для детей, для родителей. Мы спокойно прошли на строительную площадку. К нам никто не подошел. И вы не представляете, что там происходит на строительной площадке. Там все стены разрисованы. Там я понимаю, что молодежь всегда там находится. Кстати, знаю, прокуратура области продолжает традиционную серию проверок дворовых территорий. В том числе и таких замороженных строительных объектов. О чем говорят результаты таких рейдов? Число этих открытых, доступных объектов растет или снижается? Вы знаете, я могу сказать, что он растет. Но, к сожалению, не могу сказать, что мы достигли каких-то положительных результатов. Потому что в детской площадке мы видим, что там есть оборудование, которое представляет опасность для нахождения там детей. Вот буквально сейчас по нашему заданию районы проверяют вот эти все объекты. И буквально пачками нам приходит прокуратура, предписание по устранению выявленных нарушений содержания и площадок, и дворовых, и вот таких объектов. Поэтому, к сожалению, эта проблема продолжает оставаться, невзирая на то, что ей уделяется особое внимание. Новомодные экстремальные виды увлечений молодежи. Евгений Геннадьевич, что в этом плане вызывает больше всего опасения? Ну, вы знаете, что сколько бы мы ни говорили на эту тему, сколько бы ни предупреждали. Потому что опасность предостерегает подростков не только на улице, не только на заброшенных зданиях, но она предостерегает их и в социальных сетях. Вы знаете, о чем я веду речь? Это у нас игры, в которые вступают подростки. Это у нас социальные сети, где подросток, вступив в игру, может закончить эту игру своей гибелью, совершив суицид. Такие примеры у нас в республике есть. Но мы своевременно совместно с прокуратурой области приняли ряд мер для того, чтобы предостеречь подростков от этих игр. Об этом еще поговорим. А вот выдержки из зазывалок в соцсетях для того, чтобы все были в теме, не только молодежь, но и люди постарше. Говорю сейчас о наших зрителях. Немножечко зачитаю. Так, цитата выдержки из зазывалок в соцсетях. Новомодное экстремальное увлечение молодежи. Роупджампинг. Прыжки с веревки, с высокого объекта. Возможность ощутить радость свободного падения и поверить в себя. Руфинг. Относительно новый вид экстремального отдыха. Увлекательные прогулки по крышам. Вроде бы все звучит так красиво. И самое главное, что молодой человек, девушка может на это клюнуть. А вот когда мы смотрим на эти кадры на экране, понимаешь, что не все так просто. И возможность ощутить радость и поверить в себя где-то на второй план уходит. Вот я хочу сказать, сейчас очень модно стало селфи делать, да, на различных объектах. И у нас есть печальный пример в Реческом районе, в Василевичах, несовершеннолетняя, залезла на второй этаж, тоже пустующего здания, и начала фотографироваться, упала. И врачи долго боролись с ее жизнью. Думали вообще, что она не будет ходить. То есть, слава богу, что осталось, осталось... Но тут другая сторона медали. Уж простите, но 90% молодежи не полезет на 10 этаж закрытого помещения, чтобы сделать селфи. Для чего? Ну, тем не менее, такие факты имеют место. Имеют. Может быть, они хотят выделиться, проявить себя в чем-то. Я думаю, что молодежь, вот, увлечение такими видами отдыха говорит о том, что молодежь вообще испытывает потребность в каком-то экстриме. И для того, чтобы ее реализовать, я думаю, что вот такие дети, родители должны знать о таких детях, они должны и их направлять в какие-то соответствующие секции. Да? Есть сегодня достаточно секций, которые под присмотром... Экстрим под присмотром. Вот, присмотрим. Я думаю, что самое главное, вот, действительно, мы не можем... Ну, это возраст такой, да? Они хотят, они любопытные, они хотят все испытать. А энергии-то сколько? Энергии столько. Поэтому они хотят испытать это, но просто надо вовремя направить их в нужное вопрос. Продолжим тему с экспертом программы. Ждем в студии на Пушкина-8 начальника отдела воспитательной и социальной работы управления образования Гомельского облсполкома Ирину Дробышевскую. Ирина Юрьевна, рад видеть, подключайтесь к разговору. Итак, экстрим под контролем. Это реально? Могут ли стать кружки и секции, которые созданы и в Гомеле, и в регионах, альтернативой таким увлечениям? Я думаю, что да. Но если говорить про экстремальные виды спорта, да, то это, конечно, характерно для именно учреждений спорта. Да, это такие, как гимнастика, чирлидинг, и в том числе для учреждений культуры, это такие всевозможные акробатические, тюды и так далее. Что же касается учреждений образования, то мы все-таки предлагаем более спокойные виды полезной занятости, формы занятости, но от этого не менее интересные. Например, в центрах туризма, в областном центре туризма и кривей день детей и молодежи есть такие объединения, как болдеринг. Да, это такая одна из форм скалолазания, где ребята могут тоже испытать интересные ощущения. Чем не экстрим под контролем. Да, в том числе, можно так сказать, да. Есть и скалолазание на больших скалодромах, в большом спортивном зале, где тоже можно испытать это и попробовать себя потом, путешествуя в горы или где-то на равнинные местности. То есть такие формы сегодня есть. Есть такие формы, как водный туризм, когда ребята сплавляются на байдарках, на реках, и не только на реках Республики Беларусь, но и на реках Российской Федерации. Но для того, чтобы выйти, скажем, на такой уровень, то надо начинать с самого малого. Нужно прийти в центры творчества детей и молодежи и написать заявление, подать и получить начальные навыки туризма. Кроме туризма, к наиболее востребованным сегодня объединениям можно отнести такие, как робототехника. Сегодня в областном центре технического творчества предлагаются такие популярные, скажем, формы, как 3D-моделирование, нейропилотирование, прототипирование. И популярность таких форм полезной занятости, она ежегодно возрастает. Ирина Юрьевна, другими словами, мы возвращаемся снова к тому, с чего начинали. Ребят нужно заинтересовать, какие планы в этой связи управления образованием на сезон 2017? Я абсолютно согласна о том, что летний период это большое время, это 3 месяца, и надо детей занимать. Для этого сегодня учреждениями образования используются различные формы занятости, назову основные из них. В первую очередь, это, безусловно, работа оздоровительных лагерей, их в этом году более тысячи во всех районах области. На базе школ будут работать, кроме оздоровительных лагерей, и летние спортивно-оздоровительные площадки. Площадки культурно-досуговые, совместно с учреждениями культуры, а это всевозможные фестивали, дискотеки из Портландии. В том числе организуются и походы, и экспедиции, и экскурсии. Форм такой работы великое множество. Особую популярность в прошлом году и в этом году получили профориентационные лагеря. То есть это лагеря, когда ребята на протяжении 9 дней реализуют какой-то проект, посещают предприятия, организации, учреждения высшего образования, училища, и могут где-то своими руками попробовать, например, испечь булочки, да, или попробовать какую-то деталь спроектировать на компьютере. А заодно и выбрать профессию, то есть, другими словами, отдых с пользой. Отдых с пользой. АПЛОДИСМЕНТЫ 2016 год всколыхнул общественность деятельностью так называемых групп смерти. В России по самым скромным подсчетам пострадали сотни подростков. Что касается Гомельской области и Беларуси, насколько для нас актуальна эта тема? Конечно, эта тема актуальна и для нас. Если в начале года мы еще говорили, что нам эта тема не очень актуальна, то сегодня мы говорим о том, что наши дети ничем не отличаются от российских ребят, они тоже увлекаются этими группами смерти, и выявлено достаточное количество, официально выявлено достаточное количество молодежи. И у нас Гомельская область. И у нашей Гомельской области. У нас есть случаи, когда, приведу пример, одна из учащихся учебного заведения, она вступила в эту группу «Синий Кит» и выполнила все задания. Она выполнила, она и себе выкрыла на руке, и ходила на крышу дома, и слушала постоянную музыку «Ты должен умереть». И когда ей было дано последнее задание повеситься, она испугалась, рассказала своей одногруппнице, и девочке была оказана помощь, она лечилась. Самое главное, рассказала одногруппнице, но не родителям. Вот в этой связи, уверен, должны поддержку оказать именно самые близкие люди, зачастую это именно родители. Как им быть? На что обращать внимание? Что может быть странного в поведении ребенка, который подсел на вот эти группы? Понимаете, вот появляются постоянно, наши дети подвергаются новым и новым вызовам. Сегодня «Синий Кит», завтра «Тихий дом», и то есть появляются какие-то новые и новые розы. Поэтому задача родителей и нас всех – учить детей, чтобы они могли воспрепятствовать вот такому какому-то на себя насилию. Потому что ребенок же подвергается насилию, когда им предлагают «иди и соверши самоубийство». Ребенок должен уметь сказать «нет». Если Никита плавает в социальных сетях, появился лис, появилась также и группа «Счастливое материнство». Это когда молодые мамы после родовой депрессии тоже совершают глупые ошибки. Это не только самоубийство, но это и убийство своих малолетних детей. Поэтому вот к нам в Республику Беларусь пришло это «счастливое материнство». В кавычках «счастливое материнство». И мы также обеспокоены вот этим вопросом, моментом, то есть новые какие-то формы, виды. Мне хотелось бы сказать, что сегодня наши дети все время проводят около компьютера. И, конечно, родители должны переориентировать ребенка. Но нельзя все время общаться, ведь сегодня, живя в одном подъезде, ребята общаются ритуально. А что вас удивляет? А есть ли в семье и родители в интернете все время, и днем, и ночью? Это и приводит к тому. Сергей Васильевич, подключайтесь к разговору. Водоемы, особенно в летние деньки, центры притяжения и в то же время центры особой опасности, ведь так? Каждый водоем является объектом повышенной опасности, особенно для детей. И этот водоем может вызвать различные факторы риска. Это может все-все подходить. Это и температура воды, скорость течения реки, это глубина, это состояние дна на водоеме, это наличие спасателей. Есть ли спасатели на этом водоеме или их нет. Особенно, если речь идет о несанкционированных местах купания. Почему-то вот они являются таким местом притяжения. Безусловно. Вот, поэтому все это влияет и создает опасность. Несовершеннолетние в силу своего возраста, своей малоопытности, они не в состоянии оценить степень той опасности, которая может им угрожать. И видя любой водоем, они, разумеется, испытывают желание там искупаться, отдохнуть и так далее. Это не задумываясь от опасности. В прошлом году у нас утонуло за год 6 несовершеннолетних. Из них 5 человек в третьей декаде июня. В этом году, к счастью, несчастных случаев с несовершеннолетними не произошло. Возможно, отчасти от того, что конец весны и начало лета были достаточно холодными. Связываете с этим? Ну, возможно, и это повлияло, а также та проведенная предварительная работа, которая проводилась всеми субъектами профилактики. Но можно сказать, что с началом летних каникул возросло количество предупрежденных детей. А каждый предупрежденный за нарушение правил охраны жизни людей на водах – это предпосылка к возможному происшествию на воде. Поэтому это вызывает, конечно, беспокоенность и забочность нашу. Я слышал, есть инициатива размещать таблички с информацией в тех местах, где погибли люди на воде. Как считаете, вот эта мера, эта инициатива может принести свои добрые оплоды? Ну, эта работа проводится и, конечно, наверное, заставит задуматься люди, отдыхающих на водоемах, о том, что это место опасно. И желательно на этом водоеме, который не предназначен для купания, не отдыхать. Еще один фактор опасности, который обостряется, особенно в летний период, проезжая часть. Тему продолжим с экспертом программы, начальником отделения агитации и пропаганды ГАИ УВД Гомельского обл. исполкома Ольгой Резвиковой. Итак, показательная статистика в тему разговора. Конец мая 2017-го. Два дня приносят сразу пять ДТП с участием детей. Ольга, как бы Вы прокомментировали эти цифры? Дело в том, что ребята, они очень апельсивные. Закончился учебный год, прозвенел последний звонок. И ребята вместе со школой, с учебой, мы сразу все забываем. Они забыли не только про учебу и школу, они также забыли и про элементарные правила безопасности. Вот эта эйфория, которая в первые дни присутствует, что ура, свобода, что хочу, то и делаю. Вот этот вот момент очень важен для родителей, для всех нас, чтобы мы успели их словить, наших детей. Подготовить. Подготовить и немножко их в этом плане осечь. Сказать, лето это хорошо, но лето должно быть и безопасно. Хорошо, Ольга, ну вот Вы как мать, как общаетесь со своим ребенком. Как вложить коротко, ясно, ненавязчиво и по делу нужную информацию? Честно говоря, очень сложно. Потому что, видя каждый день, сталкиваясь с этими вопросами безопасности, понимая, что буквально доля секунды может решить все, буквально все. И каждый раз стараешься предостеречь, как-то напомнить, где-то вроде шутки, где-то так уж строго напомнить. И опять же, надо смотреть, каждый знает своего ребенка наверняка. Я тоже вижу по своей дочери, когда она импульсивна, вижу, что она, как говорится, заряжена на позитив, на какую-то шкоду, можно так сказать. Вот этот момент очень важно сказать, так, подожди, давай немножко остынем, посидим, мы что-то подделаем такое более сидячее, творческое, чтобы немножко ее так остудить, можно сказать. И уже потом смотрю, что она более-менее в себя пришла в чувства. Ну вот теперь можно пойти на улицу погулять. Ольга, но если все-таки шире смотреть, в чем видите основную проблему ДТП с участием детей, круглогодичная, и как на нее можно повлиять? Одной профилактикой, я думаю, здесь сложно сработать достойно. Вы знаете, статистика, вот за последние годы, если брать не только последние дни, а если возьмем последние пять лет, даже десять, наши дети стали намного лучше себя вести на дороге. По вине детей дорожно-транспортных происшествий стало намного меньше. Но вот с родителями, с водителями необходимо работать, работать и еще раз работать. Потому что детей сбивают на пешеходных переходах, дети получают травмы, когда родители не позаботились о их безопасности и не обеспечили надлежащим образом их безопасность в автомобиле. Сейчас уже встречены правила дорожного движения. Наверное, каждый знает о том, что необходимо для маленьких детей иметь автокресло в автомобиле, бустер для детей постарше. А сколько жизней спасли вот эти мелочи, ведь правда? Это действительно так. С каждым годом мы фиксируем те случаи, когда от машины ничего не осталось, она не подлежит его восстановлению. Взрослые находятся в реанимации. А ребенок с ушибами и царапинами совершенно здоров. — Людмила Ивановна, а вот интересно, каких сфер деятельности, жизнедеятельности касается большая часть вызовов спасателей? — В принципе, основное количество, конечно, чрезвычайных ситуаций у нас происходит именно по возникновению пожаров. Это основное количество, но достаточно происходит и нештатных таких своеобразных случаев. Вот могу привести такие случаи. Буквально там начало июня в Речице мать вызвала спасателей речицких для того, чтобы ребенок играл возле дома и попал, вот есть приемки в жилых домах. И вот он залез в решетку, и там застряла нога. Вот вызвали спасателей, самостоятельно уже не могли. И, соответственно, с помощью специального оборудования ребенка много освободили, и все закончилось хорошо. Таких случаев достаточно очень много происходит. — Они действительно касаются всех сфер жизнедеятельности? — Слава Богу, что это заканчивается все счастливо, все хорошо. Единственное, что касается пожаров, то в этом году в республике у нас погибло два ребенка, и один из них — это наш такой трагический случай. — Вот, кстати, насколько для лета актуальны такие направления проблемные, как дети и огонь, дети и открытая форточка? Вы понимаете, о чем я? — Здесь большая работа проходит, в принципе, в предупреждении, и в течение учебного года. Вот буквально сегодня я в Речице выступала перед детьми в пришкольном лагере. Вы знаете, наши дети достаточно больше знают, чем наши взрослые. И это радует. Это радует их положительно хорошие, знающие ответы. Это очень радует. Поэтому дети именно в летний период, они, конечно, попадают в чрезвычайные ситуации, потому что мы уже эту тему поднимали, потому что они остаются одни. — И все-таки дети и открытые форточки — очень актуальная проблема. Дети вроде бы и знают, родители вроде тоже знают. Но, тем не менее, из года в год, когда читаешь в сети, в новостной ленте истории о том, что ребенок выпал из окна просто потому, что вот он к нему подошел, и случайность. — Я думаю, что вот и окна, действительно, и эти москитные сетки — это тема, о которой мы говорим на протяжении уже ряда лет. И, к сожалению, вот сейчас, да, слава богу, было холодно, поэтому этих происшествий у нас не было. Но каждое лето, каждое лето москитные сетки, окна являются объектом повышенной опасности, где дети падают, и не всегда заканчивается это спасением жизни. И мне очень бы хотелось сказать о еще одной наиболее такой распространенной причиной травмирования и гибели детей — это ошпаривание кипятком. Вот сегодня тоже по сводке прошло, что в Лоевском районе ребенок опрокил на себя чашку с кофе, и в результате получил тяжелейшие ожоги. И получается, что стакан кипятка является ценой жизни ребенка. У нас маленький ребенок вылил на себя стакан кипятка, лишается жизнь, он получает травмы несовместимые с жизнью. Я знаю, что в Гомеле в свое время был создан первый в республике Центр безопасности жизни и деятельности. Людмила Ивановна, как туда попасть со своим ребенком, что для этого необходимо, и вот как там умеют заинтересовать и правильно объяснить? Да, с 2015 года у нас на базе специализированного лицея МЧС при Университете гражданской защиты у нас создан вот такой замечательный инновационно-образовательный центр, Центр безопасности, где взаимодействие с обучаемыми у нас происходит интерактивно. То есть детей погружают в такой виртуальный мир, попадание в чрезвычайные ситуации. И действительно на самом себе можно это прочувствовать. Когда ребенок лично пройдет задымненный лабиринт, он прочувствует, как действовать в этом дыму, как это сложно, как это сложно выбраться. Точно так же, как вызвать спасателей, как оказать первую медицинскую помощь, как потушить огонь с помощью огнетушителей. Я не думаю, что каждый ребенок в жизни попадает в такую ситуацию, что он берет огнетушители, а там у них есть такая возможность. Поэтому с помощью вроде бы и игры, но виртуальной игры, попадания в этот мир чрезвычайных ситуаций, мы обучаем детей. Двигаемся дальше. Еще одна гиперактуальная проблема. Проблема века. Наркотики. Вроде бы и ответственность жесткая. И за распространение, и за употребление. Но тем не менее, каждый год нам дарит нелепые истории, случаи, и статистика, и примеры. Евгений Геннадьевич, как повлиять на ситуацию? Удается ли сдвинуть с мертвой точки эту проблему? Ну, я думаю, что проблема решаема. Потому что те цифры, которые... Статистика пяти месяцев говорит о том, что у нас по статье 328 возбежено уголовных дел намного меньше, чем в прошлом году. Но я хочу сказать, что вот анализ, который мы провели, показывает о том, что наши подростки, то есть синтетических наркотиков, спайсов, переходят теперь уже на растительные. И вот примеры. Чечерский район и другие районы. Это конопля, это изготовление именно на основании растительности. Поэтому задача, которая стоит сейчас не только перед сотрудниками милиции, а также и перед всеми. Это и сели сполкомы выявить места, где произрастает эта конопля, и не допустить для того, чтобы было осуществлено производство. И все-таки, Вера Максимовна, как считаете, вот та жесткая мера наказания, которая сегодня есть, если не ошибаюсь, в районе 15 лет, это действенный шаг? Ну, я думаю, что только благодаря тому, что в Республике Беларусь был принят декрет президента номер 6 о неотложных мерах по противодействию незаконного оборота наркотиков. И когда была борьба действительно активизирована, когда все включились в эту борьбу, и когда мы, вот раньше у нас какое количество преступлений выявлялось? Сегодня, правильно сказал Геннадьевич, сегодня у нас было 44 преступления за 5 месяцев прошлого года, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Сегодня 7. Это говорит о чем-то, правильно? И мы это чувствуем, что действительно, если взяться всем миром, и репрессивными мерами, и воспитательными мерами, и родители, и субъекты профилактики, и отвлечения детей от этой пагубной, пагубного занятия путем вовлечения в полезную занятость, то, конечно, мы сегодня говорим о том, что мы можем победить эту беду. В дополнение, вот опять анализ, который проводился уже в Управлении внутренних дел, они очень такую интересную информацию предоставили о том, что интернет-магазин, который в социальных сетях, именно объявление, интернет-магазин закрыт в связи с тем, что на территории Беларуси опасно работать, и мы переезжаем в Российскую Федерацию. Вот это яркий пример того, как работает декрет номер 6 президента Республики Беларусь, как сработали другие субъекты профилактики, поэтому я думаю, что и в дальнейшем будет результат. АПЛОДИСМЕНТЫ И еще одно мнение в тему разговора готова выслушать прямо сейчас. Ждем в студии на Пушкина 8 заведующую детским подростковым отделением Гомельского областного наркологического диспансера Елену Палубец. АПЛОДИСМЕНТЫ Елена Владимировна, проблемные пациенты Вашего отделения – это чаще всего кто? Пациентами нашего отделения являются дети до 18 лет. Как правило, в основном у нас в поле зрения врачей-наркологов попадают, если смотреть, половую принадлежность мальчики. Возраст 15-16 лет. Это, скажем так, группа риска? Да, это группа риска. Это дети из неполных семей, либо деформированных. Дети, у которых очень много свободного времени, про которое сегодня здесь очень много говорили. И это дети из семей, где родители живут своей жизнью, а дети живут своей. Елена Владимировна, Вы человек, безусловно, опытный. И все же, если честно, к чему до сих пор привыкнуть не можете? Что до сих пор вызывает дружь по коже? За годы своей работы, а это уже есть, безусловно, какой-то опыт, я не могу привыкнуть в принципе, что дети проявляют интерес к психоактивным веществам. Но действительно, дрожь в теле появляется тогда, когда ты видишь у себя в кабинете пациента, которому 11 лет, 12 лет. Именно с этого возраста, к сожалению, наши дети проявляют интерес к спиртным напиткам, к наркотическим веществам, другим психотропным веществам. И казалось бы, ему бы где-то еще играть в игрушки, но интерес уже абсолютно другой. От этого дрожь в теле. А если говорить о состояниях, в которых поступают зачастую пациенты в наркодиспансеры, это отдельная тема для разговора? У нас амбулаторная служба, и мы уже разбираемся по каждому случаю, по факту. Безусловно, нам стекается информация из гастроэнтерологического отделения областной больницы, где дети проходят лечение, из больницы скорой помощи. И действительно, как вы заметили, состояние детей бывает различным. И та статистика, которая была проведена за короткий период этого года, говорит о том, что у нас выросли состояния алкогольного отравления среди несовершеннолетних. И вот последний пример. Это у нас в наше поле зрения попал мальчишка 2005 года рождения, который был замечен в состоянии алкогольного опьянения зимой. Празднуя Новый год, у нас оказался несовершеннолетний 2004 года в больнице, который был, можно так сказать, подобран с улицы в состоянии острого алкогольного отравления, тяжелой степени, за жизнь которого боролись медики. То есть состояния бывают разные. Елена Владимировна, буквально коротко в завершении программы ваш совет родителям. Как защитить своих детей от вот этих недетских игр? Те семейные традиции, которые формируются в семье, поведение дома, в обществе, эти все моменты, они формируются в семье. Родитель должен быть примером для своего ребенка. Мы говорили сегодня и говорим про свободное время. Все беды от свободного времени. Родитель должен заполнить, помочь ребенку заполнить ту нишу свободного времени, которая у него есть. Чтобы он не шел куда-то на улицу искать себе занятия, не употреблять алкоголь. И алкоголь не должен стать формой поведения для ребенка, а найти замену. Может быть это сделать вместе, сообща, но родители должны способствовать своим детям. Опять-таки исключить безразличие со стороны родителей к своим детям. То есть контроль, да, должно быть доверие, но есть пословица «доверяй, но проверяй». Здесь в студии присутствуют студенты, они получили баллы, получили какие-то оценки. И девять, вы знаете, наши баллы будут другие оценки. Наши оценки это будут детские жизни. То есть все зависит от нашей работы, работы субъекта профилактики, совместно с родителями. Поэтому будет счет вестись на детские жизни. Итак, это были наши выводы. Сделайте своим. На этом ставим точку. Спасибо, что были вместе с нами. Встретимся ровно через неделю здесь, в студии на Пушкина 8. До встречи. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Субтитры подогнал «Симон»